Глашуйся Герлоева Раяна за своей грамотой. Первое место на добрании рековых традиций. Значимую победу для 4-й школы селения Нестерская принесла ученица 8-го класса Раяна Героева. Отличница, активистка и пример для сверстников. Так характеризуют педагоги-победительницу. Она и ранее была вовлечена в различные конкурсы внутри общеобразовательного учреждения и за его пределами. Хорошо поет, рисует и при этом учится исключительно на пятерке. Неудивительно, что именно она первой изъявила желание представить свою альмаматор на экологическом форуме «Зеленая планета». Когда я узнала о том, что будет конкурс, я учительнице сказала, что я придумала такую идею национальную в стиле и сделала такой макет. Я не ожидала, что я получу первое место. Там очень сильные конкуренты были. «Зеленая планета» – экологический форум, который проходит по всей России уже 17 лет. Главная цель – развить в детях способность выразить свое отношение к природным ценностям через творческие работы и воспитать в них правильное отношение к окружающей среде. Конкурс проходит два этапа – региональный и всероссийский. Программа включает семь номинаций, среди которых «Природа и судьбы людей», «Зеленая планета», «Глазами детей», «Экообъектив» и другие. 25 марта форум прошел в республике на региональном уровне, участие в котором приняли более 180 учащихся ингушетии. Свою работу в номинации «Многообразие вековых традиций». Эта идея была моя. Макет у меня называется «Встреча у родника. Горца и горянки». Горянка ведет себя достойно, сдержанно при виде молодого горца. Горь, в свою очередь, тоже соблюдая сдержанность в поведении и в речи. Эти самые горцы как бы показывают высшие чувства взаимоуважения и сдержанности. Сколько времени ушло у тебя на этот макет? У меня времени ушло три недели. Сложно было, Реня? Сложно было работать с клиной. Что только не использовали для создания этого шедевра. Мох, зелень, природные материалы, речные камни, акриловые краски, гуашь. Каждую деталь окрасили, чтобы со временем макет не потерял свою эстетику. Подготовка к конкурсу проходила под контролем научного руководителя Мадины Тибоевой по совместительству классного руководителя Раяны. Девочка занимается в творческом кружке Мадины. Там она и помогает многим детям раскрыть свои таланты. Педагог признается, что не сомневалась своей ученице, но в то же время переживала, ведь им выпала честь впервые представить школу на экологическом форуме. Теперь они ждут приглашения для участия во втором всероссийском этапе. Конкурс был объективный. Жюри, даже научные руководители не присутствовали на конкурсе. Нас всех попросили ожидать в зале. Поэтому очень объективно было. Каждого ребенка индивидуально выслушивали, они расспрашивали по поводу макета. Все прошло, конечно, очень организованно. Очень приятно, что моя девочка изначально, она сама проявила инициативу к организации этого макета. У меня дети очень активные, очень хорошие. У нас дети рисуют очень хорошо. И поэтому мне понравилось то, что она изначально сама начала вот это все и закончила это, конечно, просто на ура. Переживали за Раяну всей школой. Учебное заведение открылось три года назад. И, естественно, копилка побед только начала набираться. Педагоги отмечают, даже просто участие и желание представить школу для них огромный плюс. Мы отправили две всего лишь заявки, но одна девочка у нас победила, стала лауреатом в данном экологическом форуме. И, соответственно, мы очень рады. Еще одной участницей от школы стала младшеклассница Мака Кавтарова. К сожалению, занять призовое место на этот раз ей не удалось. Но в своем юном возрасте девочка понимает, что главное – это участие. На конкурсе она представила сказку «Капелька» в номинации «Природа и судьбы людей». Жила-была добрая капля, чистая и прозрачная. Она хотела сделать мир немного лучше. И она решила отправиться путешествовать по свету и сделать мир немного лучше. И она стала постепенно дождем, который принес много пользы растениям и животным. Педагоги отмечают резкую динамику в учебном процессе после победы Раяны. Список посещающих творческие кружки и желающих участвовать в других конкурсах начал стремительно пополняться. А макет «Встреча у родника» теперь настоящая школьная экспозиция. Он занял в библиотеке свое почетное место и будет напоминать детям о красоте родной природы. Любовь детей к природе начинается с осмысления ее ценностей. Поэтому прежде всего им нужно показать познавательную и эстетическую ценность природы. А различные конкурсы, кружки, форумы, олимпиады на эту тему помогают развить бережное и ответственное отношение к окружающей среде. Ну и нельзя забывать, насколько важен личный пример взрослых. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.